Какими бы ни были вкус и отношения к моде, в современном мире есть и объективные признаки актуального внешнего вида, в их числе здоровая улыбка. Стоматология, как и другие сферы, за последние несколько десятков лет развивалась стремительно. И потому сегодня здоровая улыбка – это уже не вопрос генетики, возраста или образа жизни. Это вопрос технологий. Инновационные разработки ведущих ученых мира активно применяются в России, причем не только в столичных городах. То, что специалисты наших клиник работают с передовыми технологиями, подтверждает и тот факт, что именно в Челябинске проходила Всероссийская научно-практическая конференция «Эстетическая стоматология». Город стал площадкой для Всероссийского чемпионата по реставрации и отбеливанию. В целом могу сказать, что Челябинск – это город с высоким уровнем развития стоматологии. Такие практики, как стоматологическая практика, клиники, это имеется в виду инновационных центров стоматологической ассоциации России. И население может здесь сложиться по столичному стандарту. Мы одна из самых первых компаний в стране, то есть мы говорим о том, что мы самые первые в городе появились как частная организация, поэтому 27 лет назад наша история стала создаваться. Никому же, как ни нам, на Урале доверить данное мероприятие. На самом деле, чемпионаты мастерства проходят очень давно при организации стоматологической ассоциации России. И для организации такого мероприятия, как финал чемпионата стоматологического мастерства требуется просто хорошая подготовленная база, в принципе, которой мы являемся. И спасибо за оказанное доверие. Современные стоматологические клиники сегодня развиваются в нескольких направлениях. Это, собственно, лечение, реставрация, отбеливание и отдельное направление – профессиональная гигиена. Качественная медицинская услуга – это всегда совокупность технических и человеческих факторов. Появление на рынке нового оборудования или материалов обычно влечет за собой необходимость повышения квалификации врачей. Ну, сейчас тенденция в стоматологии – это минимальная инвазия, это минимальное препарирование зубов. И для того, чтобы понять, насколько надо сточить зуб, а может быть, во многих случаях 90% не надо трогать зубы пациентов, врач должен провести диагностический этап. Он должен проанализировать ситуацию в полости рта, понять проблемы пациента. И тогда на основании этого он уже делает свое планирование. То есть прежде чем врач возьмет в руки бор и начнет что-то такое во рту делать, он должен посмотреть статус пациента, проанализировать его и сделать на основании этого досковой прототип зубов. То есть зубы, как мы знаем, с течением жизни стираются и уменьшаются. И это приводит к каким-то неприятным последствиям. Пропадают, да? Происходят деформации зубов. И вот в такой ситуации крайне важно провести сперва диагностику, понять, что же произошло и как можно решить эту проблему. А для этого надо посмотреть, а что будет в финале. И финал – это вот восковое моделирование, когда техник в специальном приборе, который называется артикулятор, как раз вот мы, стоматологическая практика, одна из первых в России ввела такой протокол в свою работу. Вот, то есть они проводят диагностику, видят финальную форму, представляют ее пациенту. Можно примерить эти зубы, и пациент увидит себя и поймет, да, мне это нравится, мне хочется так выглядеть. И только после этого уже врач начинает смотреть, а нужно ли трогать зубы. И в большинстве случаев, так как они стерлись и стали меньше, их не надо трогать, их надо добавить. И вот как раз вот это, я считаю, одно из важнейших направлений стоматологии сегодня. Белозубая улыбка – это, конечно, не только красота, но еще и функциональность, потому что мы заметили, что все пациенты, которым проводится отбеливание зубов, потом очень тщательно следят за гигиенной полостью рта, и после этого у них сохраняется здоровая зуба, потому что у них в меньшей степени развиваются кариозные процессы. Поэтому отбеливание, как такой мотивационный момент, является не только критерием красоты, но еще и критерием здоровья. В финале чемпионата в номинации «Эстетическое отбеливание» приняли участие стоматологи из пяти городов России, в их числе Анастасия Парфенова из Челябинска. Почему решила выдвинуться? Такой шанс в Челябинск приедет стоматологическая ассоциация с всем жюри. Я занимаюсь всем вопросом, он неинтересен, почему бы не попробовать? Это первое. А то, что касается непосредственно участия, ну я бы не сказала, что прям такой дух соревновательности витал над участниками. То есть каждый делал свое дело, и член жюри оценивали именно умение практическое доктора. Скоростной аспект он был в качестве критерия оценки, но это был не основной аспект. Оценивалось, насколько я знаю, несколько параметров. То есть это теоретическая часть, у нас было проведено тестирование, затем практическая часть и особенности практической работы. То есть работа с ассистентом, позиция пациента, комфортно или некомфортно ему было, личные факторы доктора, ну и соответственно качество, результат, соблюдался ли протокол, выполнены были рекомендации, качество консультирования пациента. То есть все эти факторы, они оказывали влияние на принятие членами жюри конечного центра. Поскольку отбеливание процедура исключительно эстетическое, то есть к ней нет медицинских показаний, вокруг этой темы всегда много споров и сомнений. Развеять их нам помогает врач-парадонтолог высшей категории, серебряный призер Всероссийского чемпионата по эстетической стоматологии 2016 Анастасия Парфенова. Почему клыки темнее, чем резцы? Дело в том, что клыки по объему тканей зубов, они больше по сравнению с резцами, поэтому эмалина пропускает цвет основной зуба и они кажутся более темными. На самом деле это просто анатомическая особенность, но в процессе отбеливания можно выровнять цвет резцов и цвет клыков, они будут одного тона. То есть это не из-за ухода за зубами, а из-за течения? Да, из анатомических особенностей. А со временем какие темнее будут становиться или они равномерно будут темнее? Процесс отбеливания это обратимый процесс, то есть после отбеливания происходит постепенное потемнение, возвращение к собственному цвету зубов. В зависимости от системы отбеливания, в зависимости от индивидуальных особенностей это происходит с разной скоростью. Периодически требуется поддерживающее лечение для того, чтобы сохранить результат таким же светлым, как он будет сразу после процедуры отбеливания. Поэтому график определяется индивидуально, он бывает один раз в три, один раз в шесть месяцев и один раз в год, в зависимости от того, какая клиническая ситуация и как быстро будет происходить процесс потемнения зубов. Зубы не испортятся после отбеливания, они начнут крышиться, либо чувствительность не обострится? Нет, все системы, которые мы используем, они сертифицированы, про них проведены исследования и нет данных за прирост кариеса или за более сильное разрушение зубов по сравнению с пациентами, у которых отбеливание не проводилось. Скажите, это больное отбеливание? Процедура отбеливания, она безболезненная. У некоторых пациентов бывает, развивается чувствительность зубов, но она держится один день в день отбеливания. На вторые сутки уже ничего не бывает. Если это развивается, вам назначаются специальные лекарства для того, чтобы эти явления снизить. Первый шаг на пути к улыбке своей мечты – это осмотр и процедура профессиональной гигиены. Они необходимы для того, чтобы в индивидуальном порядке узнать о показаниях и противопоказаниях, а также для того, чтобы провести более качественно саму процедуру отбеливания. Существуют общие противопоказания, абсолютные и относительные противопоказания. Относительные противопоказания – это факторы, которые временные, они решаются определенным образом, и это значит, что через какое-то время можно будет проводить процедуру отбеливания. К ним относятся беременности, грудное вскармливание, к ним относится возраст пациента, то есть не рекомендуется делать отбеливание до 18, а в некоторых ситуациях до 20 лет. Затем сюда же относится ортодонтическое лечение. Затем относятся воспалительные заболевания иллюзин, то есть этот вопрос решается. То же самое касается повышенной чувствительности зубов, этот вопрос решается. И наличие кариозных полостей, то есть проводится лечение. В случае отбеливания чаще всего оно проводится в два этапа, то есть сначала останавливается временный пломбировочный материал, а затем после процедуры отбеливания уже постоянный пломбировочный материал для того, чтобы цвет зубов и цвет пломбировочного материала не отличался. Отбеливание зубов на конкурсе проводилось с помощью фотодинамической системы второго поколения CLOX Привлекательным для экспертов оказалось сочетание высокой интенсивности с бережным воздействием В первый день, когда была конференция, в первый день мы систему-то и увидели, собственно, CLOX То есть нам привезли и показали на ней мастер-класс А на вторые сутки мы уже должны были ее применить на практике То есть для всех это было в новинку, никто из докторов раньше на этой системе не работал Если касается моего личного опыта, то я делала себе отбеливание, я делала его несколько раз Это были разные системы В среднем, я думаю, что сейчас я буду придерживаться графика один раз в год Потому что мне тоже нравятся результаты, мне бы хотелось его поддерживать Я думаю, что в этот раз я попробую именно систему CLOX, мне интересно Потому что я пробовала до этого лазерное отбеливание и систему Zoom Результаты были очень хорошие, но из любопытства я бы хотела новую систему Оттестировать на себе Как уже было не раз отмечено, отбеливание зубов – это эстетическая манипуляция Но без предварительной подготовки и консультации врача в клиниках ее не проводят Конечно, это занимает дополнительное время Но безопасность и эффективный результат того стоят Специалисты отмечают, что в последнее время пациенты стали гораздо более осведомленными в профессиональных вопросах Впрочем, технологии обновляются так часто, что даже не все специалисты могут за этим уследить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok